Всесторонняя защита. Я бы так назвала эту камеру. Ее 360 градусов полностью и без слепых зон охватывают всю территорию наблюдения. И речь идет о этой симпатичной Wi-Fi камере Esvis C6n. Это канал Надзор.ЮА. Меня зовут Павла. И сегодня мы хотим рассказать вам и показать домашнюю камеру от суббренда Hikvision компании Esvis модель C6n. Если вы в поисках камеры для дома, то вам точно нужно о ней знать, потому что это достаточно хороший бюджетный вариант. Я всегда выступаю за доступную безопасность, поэтому мне всегда нравятся модели, в которых есть нужный функционал, из-за которых не нужно вываливать кучу денег. Поэтому начнем. Давайте посмотрим для начала комплектацию. Итак, в комплектацию у нас входит цветная инструкция, которая на державней мове, и это не может быть неприятно. Трафарет для монтажа, чтобы правильно закрепить вот это вот крепление. Если вы хотите повесить камеру на стену, допустим, или на потолок. Монтажный набор, естественно. USB кабель. Он 3 метра длинный. И блок питания с европейской вилкой. Ну и, естественно, сама камера. На передней части камеры находится объектив камеры, индикатор питания, микрофон, инфракрасная подсветка. Чуть ниже есть разъем под карту памяти, кнопка сброса до заводских настроек. На задней части есть динамик, а следовательно у нас есть двухстороннее аудио. Также есть разъем для подключения проводного интернета, разъем для подключения к питанию. И в самом низу место для крепления, а также QR-код для подключения к мобильному приложению Азвис. Камера вайфайная, абсолютно беспроводная. Снимает на 2 мегапикселя в Full HD качестве, соответственно. Предназначена для съемки внутри помещения. Это может быть дом, квартира, офис или какой-то небольшой магазинчик. Снимает на полных 360 градусов. Поворачивается во все стороны. Ну и угол наклона, соответственно, 55 градусов. У нее есть автоматическая смена режима день-ночь, а также благодаря технологии интенсивности инфракрасной подсветки, картинка не засвечивает и можно рассмотреть больше деталей. Дальность этой подсветки, кстати, 10 метров. Вот именно для домашних нужд, для нужд комнаты. Также у модели имеется смарт-трекинг, то есть по-простому автослежение. Если камера фиксирует движение, она автоматически начинает его отслеживать. И тут же вам на телефон присылают пуш-уведомления с картинкой происходящего в реальном времени. Кроме карты памяти, файлы можно хранить и на регистраторе. Эта модель, кстати, тянет максимальную флешку на 256 гигабайт. Единственное, что кодек у нее аж 264, а не 5. Но для домашней камеры, да еще и при наличии такой цены, это не критично. Подключать и управлять камерой можно при помощи мобильного приложения Эзвиз. Что нам для этого нужно? Для начала подключить камеру к питанию, пускай она готовится. А вы в это время скачиваете приложение Эзвиз. Там простая регистрация, абсолютно почта и пароль, все как везде. Ждете, пока камера загружается. Уже горит индикатор питания, пока что красный. Нам нужно, чтобы горел синий. Итак, как видим, лампочка уже загорелась синим, а это означает, что камера готова к подключению. Заходим в приложение, у нас там посреди небольшая круглая кнопка с плюсиком. Добавление устройства. Мы на нее нажимаем, выбираем устройство, которое нам нужно добавить. В данном случае это камера, не двери, не видеодомофон, а именно камера. Сканируем QR-код внизу. Получаем информацию об устройстве. Кликаем на то, что камера уже подключена. Потому что приложение нас спрашивает, подключена ли камера к питанию. Говорим «Да». Дальше у нас приложение спрашивает, мигает ли синий индикатор. Мы говорим «Да». Ставим галочку, нажимаем «Вперед». Подключаемся к сети Wi-Fi. У нас это надзор, естественно. И дальше подключаемся к сети. Так, выполняется конфигурация Wi-Fi. Ждем. Все готово. Камера подключена к Wi-Fi. Устройство добавляется. Все, идет загрузка уже live-видео. Так, нажимаю на live-видео. У нас, собственно говоря, идет видео в реальном времени. На самом главном экране у нас самые главные кнопки управления. Тут мы можем сделать снимки или записи, сохранить себе в галерее. Можем пересмотреть видео-архивы с карты памяти. Можем включить двухстороннее аудио. Даже можем выбрать разрешение видео в зависимости от качества интернета. Но самая главная кнопка в левом нижнем углу, получается, называется сдвиг-наклон. Именно при помощи этой кнопки мы можем управлять нашей камерой. Вверх-вниз, вправо-влево на все, как говорится, 360 градусов. Попробуем. Также, как видите, внизу есть два значка фото и видео. Вы можете делать фото и видео фиксацию. Это тоже сохранится у вас в галерею. Также, если мы смахнем вправо или влево, у нас есть еще такая подфункция, которая называется снимок 360. Чтобы не клацать на кнопки и силой не поворачивать камеру на 360 градусов, мы можем посмотреть все, что происходит по периметру нашей комнаты, нажав на кнопку «Сделать снимок 360». И камера делает этот снимок автоматически. Ну вот, собственно говоря, ничего не нажимая, ничего не кликая и не удерживая, мы получаем всю информацию, что происходит у нас в комнате. И есть еще одна функция, если свайпнуть вправо, автоматическое отслеживание. Это смарт-трекинг, о котором я говорила. Если мы нажимаем на кнопочку посредине, она мигает синим. Это означает, что камера уже автоматически следит за тем, что происходит в комнате, если отслеживает движение. В правом верхнем углу у нас еще есть два значка. Если мы жмем на импровидированный треугольник, то при помощи этой функции мы можем дать еще какой-то доступ для своих родных или друзей, доступ к просмотру видео в вашем доме или офисе. И в самом правом углу, значок настройки, тут мы можем регулировать работу функции ночного режима, перезагружать, выбирать другой Wi-Fi. Даже делать настройки изображения, делать видео ярче или контрастнее, например. Есть еще очень классная функция, называется режим ожидания. Допустим, вы отдыхаете и не хотите, чтобы камера производила никаких записей. Вы кликаете, и камера тут же прекращает свою работу. Она ничего не записывает и ничего не хранит. Как видите, камера абсолютно остановилась, индикатор работы даже не мигает. Но если вы уже хотите, чтобы камера работала, вы кликаете, отключаете режим ожидания, и камера опять вступает в свои полномочия. Все понятно, все просто, все видно. Как я говорила, 2 мегапикселей для дома или для офиса, опять-таки, небольшого магазина или пространства вполне хватает. В общем, функциональная, простая, удобная и, напомню, бюджетная. Все видит, все слышит, все фиксирует и все хранит. Для небольшой квартиры или офиса вообще класс. Причем, это хороший президент на видеоняне. Так что, молодые родители, прошу обратить внимание. В любом случае, выбор за вами. Приобрести данную камеру и другие камеры Извиз вы всегда можете у нас в Нотарио. Ведь мы являемся официальными партнерами Извиз и Хикфишн в Украине. Получить консультацию, передать привет и поделиться опытом вы всегда можете внизу под видео. Я всегда читаю все комментарии. Берегите себя и своих близких. Оставляйте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!